Иван Соколов. Честно говоря, СССР по сравнению с Западом был нищим государством. Шутник. Ну, потом сегодня выходной, товарищ, может, закуска кончилась. Такое, знаете, бывает, когда количество спиритических напитков и того, чего заедает, оно проходит в клинч некий. Спиритические вроде еще есть, а закуска кончилась. Соколов, вот вы как думаете, нищее государство людям десяткам миллионов квартиры может раздавать бесплатно? Ключик вручать. Это раз. Сейчас нищее государство может бесплатно всех образовывать. Причем от детского сада, ну, там, платили чего-то, какую-то ерунду там, да, но, как бы, за еду в основном. От детского сада до академии наук. Все бесплатно. Здравоохранение, товарищ Соколов, идите, полечитесь на Западе бесплатно. Найдите дальше. Это уж во сколько государству все это обходилось, вы вздумайте. Но я уж не говорю о пенсионном возрасте 55 и 60. Это когда у человека еще 20-25 лет пожить для себя. Понимаете? И пенсия была не такая, как сейчас. Да, она, может быть, тоже не супервысокая была, но на нее можно было жить, потому что дешево все было. Так, понимаете, я когда в Германии рассказывал, ФРГ, мне был 21 год, я в 87-м году приехал туда работать в посольство. Думаете, мне там кто-то верил? Я говорю, у нас бесплатно люди жилье получают. Да как? И знаете, Соколов, там еще бесило их. У них уже тогда, в 87-м году, стояли счетчики воды. Я был потрясен, они все мылись как-то так, знаете, они, я извиняюсь, в тазу посуду мыли. Ну, то, что мы в деревне делали, там у нас водопровода не было, мы там эту воду из колодца меняли. Я думаю, какие-то счетчики. А у вас, говорят, что счетчиков воды нет в СССР? Я говорю, конечно, ну, что, типа, ну, сколько хочешь? Ну, там какая-то есть плата такая общая? Да не может такого быть. Это что же у вас за супер богатое государство, говорили мне. Или у них тогда еще телефонные звонки уже были внутри города, поминутные, с оплатой. А у нас, помните, две копейки в автомате швырнул, и, я не знаю, там уже все стучат, там, уходи, уходи, две копейки. Ну, а в рамках Москвы или какого-то города с телефона вообще, как бы, говори, хатпузо, пока не надоест. Да вы представляете, сколько это стоило все? Сколько стоило метро в пять копеек государству? Понятно, что оно не стоило реально пять копеек. Оно дороже стоило. Государство это на себя все брало. Трава три копейки. Вообще цена-то странная. И с экологой, честно говоря, в Америке, если ты заболел серьезно, если у тебя, не дай бог, нет страховки в компании, где ты работаешь, потому что государства у многих вообще нет, то ты там все продашь. И дом, если у тебя, конечно, есть вообще, все, понимаете, чтобы только, я не знаю, коньки не отбросить. Какой там в Америке декретный отпуск или там, я не знаю, пенсионный возраст 55, да смешно. Ну, вот что накопил, вот такая у тебя и пенсия. Не накопил, нет у тебя никакой пенсии. Но если только в компании, где ты работаешь, есть особая пенсионная программа только для сотрудников. И Соколов плетет чепуху, что СССР был бедным государством. Да тратилось на людей столько, на конкретных людей, не на олигархов, что это на Западе считали фантастикой тогда. Считали, что так не может экономика это выдержать. Такие вот социальные, так сказать, блага для населения. Не может такого быть, а у нас было и будет, товарищ Соколов, как бы вам этого, может быть, и не хотелось. Пишет, бесплатно только сыр, мешок, вот этот дурь. Бачков, вы в СССР-то жили? Ну, вы спросите у людей, они сколько, ну, большинство, подавляющее, они сколько платили за квартиру? У них ипотеки были. В СССР понятия ипотека вообще не существовало. Было два варианта. Либо тебе дают государство, или твое там предприятие, где ты работаешь. В зависимости от нужности предприятия, где-то сразу давали. Где-то там через какое-то время. Ну, какой дурак кредиты на это брал? Да никто. Второй вариант. Из Москвы все ехали на Дальний Восток и в Сибирь. Не наоборот, как сейчас, да, а туда. И там за 5-6 лет, так как там были очень высокие зарплаты, вот в Сибири, на Дальнем Востоке, зарабатывали себе на квартиру в Москве. Без всякой ипотеки абсолютно. Я даже, ну, назывался тогда кооперативная квартира. Ну, по сути, просто вот человек заколотил на Севере деньги, приехал и купил. 5-6 лет было достаточно. Без всяких кредитов. Бесплатно, сыр, мужел, логи, вот этой глупости. Нет, сейчас все платно. Сейчас сыра просто даже нет. Сейчас пальмовое масло в мышеловке, и то оно очень небесплатное, к сожалению. Да? Спасибо.